Изучим работу с процессами. Для этого запустим терминал. Я поменяю профиль на демо, чтобы больше было. Перейдем под суперпользователя. Напоминаю еще раз, что у нас есть два основных варианта перехода на суперпользователя. Это SU и SUDO. SUDO у нас употребляется в Debian и у производных Ubuntu, например. SU обычно в RedHat, но в принципе они для вас взаимозаменяемые. Итак, LS у нас просматривает список файлов, APS список процессов. PIT это идентификатор процесса, TTI это терминал. PTS это псевдотерминал. Он не физический, а виртуальный. TTI это количество времени, которое тратится процессором на выполнение данной задачи и собственно команда. С помощью PS мы посмотрели только процессы, запущенные из локального shell. Если мы хотим посмотреть все процессы в системе, нам нужно каким-то образом поменять параметры нашего PS. Давайте посмотрим. Например, наберем PS-E. И увидели все процессы в системе. Shift-Page-Up, Page-Down, листаем. Также мы можем PS-AX запустить. Опять же, увидели все процессы в системе. Чем отличаются эти записи? Дело в том, что для совместимости в Linux-EPS поддерживает как нотацию System5, так и BSD. Помните, System5 и BSD две основных ветки Unix. В нотации System5 у нас опция предваряется минусом, а в BSD опция идет без минуса. Дополним буквой U. Мы получим еще все процессы и еще имя пользователя, который запустил данный процесс. Мы можем также каким-то образом настраивать вывод. Например, посмотрим только PID, пользователь и команду. Вот таким вот образом мы настроили вывод. Shift-Page-Up, Page-Down, PID, пользователь, команда. Мы можем посмотреть все процессы, но с иерархией. Конечно, иерархия тут изображается достаточно упрощенно. Чтобы хорошо построить иерархию, мы должны запустить PS3. Вот таким вот образом она показывается. Для управления процессами существует команда KILL. Она посылает сигнал процессу. Тут у нас написано, что посылает или процессу, или заданию. Задание – это некая сущность, которая сделана для удобства пользователя. Если процессы нумеруются во всей системе, то задания нумеруются в локальном шеле, в котором их запустили. Соответственно, чтобы KILL понимал, кому посылается сигнал, процесс просто номер, задание предваряется процентом. Если мы хотим посылать сигнал не по номеру, а по имени, у нас есть команда KILL ALL. Она посылает сигнал по имени процесса. И, в принципе, мы можем завершить таким образом все процессы с данным именем. Если у нас команда GREP используется для того, чтобы просматривать содержимое файлов, то P-GREP – это поиск по процессам. Вот P-GREP BASH, например. Поиск по процессам. Ну, и также команда P-KILL тоже посылает сигнал по имени процесса. Ну, фактически, она преобразует имя процесса в его номер. Посмотрим, как работают задания. Значит, мы под администратором наберем sleep3600. Это значит, что эта команда ничего не делает в течение часа. В конце поставим имперсант. Это означает, что команда запускается в бэкграунде. Запустим еще команду, которая переписывает из хранилища нулей в корзину, в черную дыру. Вот так вот. DD – это команда, которая унаследована еще от IBM, поэтому у нее такой очень специфический синтаксис. И набрали sleep7200. Захват терминала на 2 часа. Мы можем сидеть, ждать 2 часа, когда кончится захват. Можем нажать Ctrl-Z. Остановили текущее задание. Давайте посмотрим список заданий. Вот у нас 3 задания. 2 работают, а последнее остановлено. Стопот. Мы можем с помощью команд bg и fg, background-forground, управлять этими заданиями. По умолчанию background и foreground оперируют с заданиями, которые помечены плюсиком. Если мы это задание уберем, тогда следующее будет активным задание, которое помечено минусиком. Наберем bg и она, третье задание, которое плюсиком помечено, перенесет в background. Вот у нас 3 работающих задания. Теперь давайте на передний план перенесем первое задание. И убьем его с помощью Ctrl-Z. Ну и все остальные тоже убьем задания. Таким образом, мы убили все задания. Давайте мы откроем второй терминал. И запустим на нем, с помощью судо запустил, значит запустим на нем команду dd. Вот она крутится. Отсюда проконтролируем PS, AX, вот она, эта команда. А нам бы хотелось в реальном времени посмотреть, что происходит. Для реального времени у нас используется команда TOP. TOP показывает в реальном времени, что происходит с процессами. Смотрите, dd у нас 97% CPU отъедает, очень емкая команда. Ну, перегоняет из ниоткуда в никуда данные. С помощью dd мы можем управлять процессами. Ну, вот, H нажмем и увидим, какие можно делать операции. Нас интересует, скажем, операция kill, Q, Q, вышли. Можно с помощью пейджа пейджа просматривать список. Q, выйти. Есть более удобная программа, это H-TOP. H-TOP не идет в комплекте. Вам нужно ее установить. Она идет в дополнительном репозитории EPL. Еминстал, он просматривает репозиторию и предлагает установить. Ну, у меня она уже установлена, а вы установите. Я запускаю H-TOP. И вот у нас все эти команды. Причем мы теперь можем передвигать курсор для того, выделить команду, для которой применить операцию. И операции у нас на функциональные клавиши F9, kill, F7, F8. Изменение приоритета. Ну, и, например, в виде дерева F5 можно посмотреть. И Q опять вышли. Итак, давайте запустили топ. Команда DD есть. Давайте теперь выйдем из оболочки. А команда осталась. На самом деле это не тривиальная вещь. Дело в том, что стандартно у нас при выходе из оболочки убиваются все программы, запущенные в оболочке, в том числе и те, которые запущены в бэкграунде, на фоне. Для того, чтобы это избежать, используется программа NoHub. То есть сейчас запускается NoHub, а потом команда. Но в последних версиях баш, который идет в комплекте с RedHat 7, у нас есть возможность сконфигурировать Shell таким образом, что он не убивает запущенные команды на фоне. Ну и он так по умолчанию и сконфигурен. Значит мы с помощью Kill убиваем ну а мы с помощью 15 сигнал послали. Вот он убился. Q вышли. Давайте теперь посмотрим, что можно делать с процессами. Запустим if равно деф ноль. Так вот. И трижды запустили этот процесс. Давайте мы посмотрим в топе. У нас тут идет приоритет и Nice, то есть изменение приоритета по умолчанию. Это RealTime приоритет. Приоритет идет от минус 20 до 20, но в топе и в Аштопе у нас сдвинуто все на ноль. Поэтому нулевой приоритет в системе идет от 20. То есть вот тут 20, а в PSI будет от 0 идти приоритет. Итак, давайте мы посмотрим PSAX grep DD вот так вот чтобы сократить. Вот они у нас наши процессы. Давайте мы понизим приоритет первого процесса, то есть добавим скажем пятерку Renace минус N5 и процесс вот этот левой кнопкой выделили средний вставили. И вот написано, что старый приоритет был 0 в топе 20, новый приоритет 5. В топе соответственно 25 должен быть. Давайте с помощью psfax также сделаем grep add if давайте с помощью psfax также сделаем grep add if до dd вот еще мы родительские шелы делаем итак второй терминал открыли топ запустили вот у нас dd крутится убьем родительский шелл непосредственно который после су kill минус 9 и мы сейчас находимся вот в этом родительском процессе баш и смотрим что у нас dd остается работать то есть как будто мы запустили их с помощью nohub значит давайте мы опять запустим ой вот они работают ага а вот у нас наш родительский шелл в котором они первоначально были вот он давайте убьем его убили и dd продолжают работать а работают они потому что у нас они отсоединились от первоначального шева и поступили в управление системы давайте теперь убьем эти dd dd и сделаем и сделаем следующий опыт запустим запустим dd три штуки запустили ps вот теперь родительский шелл в этом окне и так мы помним если мы набиваем вот этот шелл то они переходят в управление системой и дальше уже даже окно убили все остается для них безразлично а теперь убьем шелл в котором они первоначально были запущены вот этот шелл и видим что убились и наши dd таким образом убить самый верхний шелл из которого запущена программа это очень удобный способ собственно эту программу убить